Всем доброе утро! У нас сегодня 12, 12, 16, декабрь, 12 число. И сегодня у нас понедельник, и без 15.10. Я в школу не пошла, как вы уже увидели и поняли по времени. Я вчера очень была важное дело у меня вечером. У меня знакомые попали в emergency, и поэтому я все время с ними вчера была. Чуть-чуть перенервничала, я помогала все время. И как переводчиком была, и как водителем потом забрала, потому что человек попал в аварию. У меня есть, как мне дали рецепт этих таблеток, потому что в аптеке ты просто не купишь без рецепта от врача. Поэтому я сейчас направляюсь в аптеку. Она находится в Волмарте, и она вообще работает с утра до 9 вечера. Так что мы сейчас поедем заказывать. Там сразу не дадут, потому что там готовят. Кстати, еще какой-то вопрос мне поступил от подписчиков по поводу, какую я музыку слушаю, потому что в машине у меня все время звучит хорошая музыка. Но эта музыка у меня, это не диск, хотя у меня есть диск с песнями. Но я ее очень уже переслушала, поэтому я слушаю радио. Это называется Кейлов, и это Волна 99,5. Также я еще люблю слушать, сейчас я найду, 100.5. Это когда, например, в магазин я захожу, то все время там такие быстрые музыки включают. И вот, например, такая, слушайте. Ну, такой, чтобы потанцевать. То иногда он меня пропирает на такое. А так, в основном, я слушаю 99,5. Это такие, вот такие. Ну, в основном, это христианские песни. Да. Поэтому, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. А по поводу любимого исполнителя, то это... Так как я очень люблю Кейлов слушать радио 99,5, там в основном христианская Волна, то я люблю слушать, если так, искать в интернете, вконтакте, то Крис Томлин. Это очень часто он поет. Потом Майкл Дабл Ю Смит. Это тоже очень такой хороший исполнитель. Он также пастырь церкви американской. И он также как воршип лидер. Он поет у себя в церкви и по концертам ездит. Также мне еще нравится Рэйчел Лампа. Это девушка. Она тоже очень красивая песня. У нее очень красивый голос и исполнитель. Она очень классная. Иногда мне не нравится попсу слушать. Но я не люблю рэп, я не люблю рок, я не люблю металл. Я люблю лирику. Но сейчас, из-за того, что сейчас такое, как рождественское настроение, я вот скачиваю себе... Ну, не скачиваю, а на телефоне... Вообще у меня на телефоне музыки нет. Но если так, то я вконтакте добавляю. И потом через проводок здесь у меня подключаются. И я потом включаю все рождественские песни. И я слушаю, я балдею, я пою. И вот так вот. Думаю, я вам ответила на вопрос. Но сейчас нам надо ехать, потому что мне нужно заказать. Чем скорее я закажу таблетки, тем быстрее придут обезболивающие. И я буду человека лечить. Вернее, я помогу с лечением. Ладно, все, поехали. Вышли. Идем в Walmart. Смотрите. Мой дорогой Walmart. Ух ты, смотрите, здесь маски есть. Всякие на лицо. Я никогда не пробовала вот такую маску, которая прям слазит. Как будто непонятно что. Вот я хочу такую маску, которая слазить будет. Вау. Вон, видите, pharmacy. Сейчас я сюда подойду. Или консультанту, наверное. Сейчас они открываются, только и все. Заказываю, заказываю уже. Сказали подождать 15 минут. Знаете, я сижу возле вот этой pharmacy. Этот ребенок так плачет. Шелка как. Просто сидишь, он еще и кашляет, и плачет. Вот там, в тележечке. Вот там, вот там, вот там. Сделайте с ним что-то. Дайте мне его. Я его буду нянчить. Слышите, как плачет. Сила-сила-сила. Чего ж так плачет? Почему мама его не возьмет на ручки? Сидела я, сидела там на стульчике. Ждала своей очереди. Потом повернулась, пошла. Сказала, я сейчас приду. Надумала. Все-таки я хочу купить себе маску. Первый раз в жизни я хочу попробовать. Ну, такую уже. Готовую. Не домашнюю, а такую. То я вот выбрала с алое. И также я взяла с медом. Тут две штучки за 5 долларов. Поэтому попробуем, посмотрим. Знаете, что еще самое главное? То, что когда ты заходишь в какой-то ресторан или вот в магазине, то сейчас уже начинают поздравлять эти работники тебя с праздниками будущими. Они говорят Merry Christmas и Happy Holiday. Это так приятно. Да, вот здесь. Когда вы приходите и получаете, то здесь все в пакетиках ложат ваши медикаменты. И потом фармацевт уже объясняет, как нужно кушать. Окей. Я уже забрала, видите, пакетики. Вот. От Walmart. Кстати, хотите я вам расскажу кое-что о себе? Я была маленькая. Ну, не маленькая, но точно до 18 лет. Я очень любила покупать детское питание с сухой молоком. Например, малыш, как в Украине. Или малютка. Или нестажен, как вы знаете. Это германское. Или швейцарское. Ну, короче, европейское. Продукты для деток с первых дней. И я так любила покупать и просто ложками есть. Это просто... Я обожаю вот это молочное питание. Сухое. Такое для деток. Это просто нечто. Я просто покупаю. Я знаю, что оно дорого стоит на стажен, например. Но я всегда так любила покупать. Как вы думаете, сколько будет стоить? А, вы уже увидели. Короче, 87 всяких мелочей. Видите? Я начинаю от тушек, карандашек, для глазок, для бровок, потом для... Ну, вот, помада для губ, тени всякие. И ногти красит 6 цветов. 5 цветов помад, 6 карандашей. И тушь, и куча всего. И стоит 15 долларов почти. Вы представляете? О, вот эти я пилюльки люблю. Знаете, что это? Это ложечка в водичку. И оно, типа, вырастает там, как вот этот динозаврик. О, класс! Вот если бы у меня был ребенок, я бы ему купила и сама просматривала. Так, если я себе куплю, то... Ну, это будет как-то странно смотреться. Хотя надо как-то втихаря купить себе. Да. О чем? Все мы в душе дети. Смотрите, какая пижама. Ой, какие классные кофты. Я хочу такую. Ух ты, прям с шапкой. За 10 долларов. Класс, я хочу. Смотрите. Она как-то странно смотрится. Я как матрена в ней. Она меня совсем не украшает. Я ее одела. Ну, там под низом у меня кофточка своя. Ну, короче, как-то мне не нравится. Я как будто такая тетя. Смотрите. Видите? Я как будто вообще в ней тетя Моти. Такая толстушка. Мне не нравится. Как-то не очень. Ее подлиннее. И потом рукава еще короткие. Видите? Короче, она какая-то не очень. И сюда бы, если бы горлышко... А если бы она вообще такая вязаная была, было бы лучше. А так... Вот так. Мне не нравится. Ну, и шапка эта. Короче, хорошо, что я ее померяла. И, кстати, она стоит не 9 долларов, а 15. Поэтому все. Снимаем. О, смотрите. Вот эта кофта намного лучше. Она такая еще, смотрите, мягенькая тут. Вот она очень мягенькая. Мне нравится. И вот эта, по сравнению с этой Merry Christmas, тут вообще, смотрите, размер. L-ка. А эта у меня M-ка кофта. Я ее одела. И она намного лучше смотрится. Рукава длинная. То, что я люблю. И вообще она очень такая тепленькая. И так. Хоть меня нормально... Ну, украшает хоть. А то в той красной должно быть наоборот ярче. А так нет, не ярче. А так лучше. Поэтому вот так. Смотрите, капюшончик здесь есть. Подождите. Видите, капюшон. Такой тепленький-тепленький. Сейчас, подождите. Смотрите. Как будто с душа я вышла. Я вышла с душа! О, такой мягенький-тепленький. Да, мне нравится вот эта кофта. Ах, класс! Все. Можно покупать и можно топать. Но не, я ее не буду покупать. Я только присматриваюсь, если что, в другой раз. Все. Надо ехать в вести. Смотрите. Бросила. Называется на пол. Пусть лежит. Там в США слишком чистенько. Поэтому сейчас я все заберу. И мы пойдем. Как вам такая? Видите? Она такая, как пальто. Но нет, это не пальто. Это такая, как кофта. Но она, видно, шерстяная. Она тут завязывается. На завязочках. И так можно ее просто раскрыть и просто идти так. Или просто как одеялком укутаться и идти. Даже можно и не завязывать. Или так как-нибудь. Вот захотели завязать. Просто тут много чего не надо. Просто закрутили и все. Так. Он вообще такой тепленький-тепленький. А я просто так много перебираю всегда вещей. И не всегда мне легко найти то, что я хочу. Поэтому вот такая я. Извините. Но это классно. Как одеяло. Я подумаю. Если что, я в другой раз приеду и его куплю. Я еще посмотрю на это видео со стороны. А так оно красивенько смотрится. Ладно. Такое оно. О, вау. Вы только посмотрите на эту погоду. Пока была внутри в помещении, я вообще не видела. Потому что окон там нет. Нету в Волмарте окон. А сейчас я вышла аж солнышком. Как приятно. У меня эти шнурки. Просто удивляюсь, как они развязываются часто. У меня кофеек. Ой, очень дорогой мне кофе. Ням-ням. О, мне так нравится. Да, вот такие от Старбакса сейчас пакетики. О, и стаканчики. Так, все, поехали. Так, едем-едем по делам. Смотрите, какие красивые пальмочки. Справа, слева, как будто на Гавайях. Ух ты. Так, все, я сейчас приехала за машиной, за той, которая попала в аварию. То, что я говорила, что я покупаю таблетки. Вау, вы только посмотрите. Это все машины после аварии. И вон та машина, которая вот эта разбомбилась. Жалко, смотрите, как жалко. Но это не та машина. Это другая. О, жаль. Вот это та машина, которую стукнули. Ай-яй-яй. За Штряба. И сказали, что она не подлежит полностью ремонту. Очень жаль. Подушки взорвались. Вот так выглядит колесо. Вот так колесико. Смотрите, вот на эвакуатор уже забирают машину. Смотрите, с нее течет кровь. Она умирает. Очень жалко именно вот эту машину. Я вообще не могу представить, как люди здесь, наверное, просто не выжили. Тут все взорвалось. Хотя, ну ничего такого нет подозрительного, что как будто умер человек. Нет, нет. Признаков никаких нет. Но конкретно здесь машина, наверное, передом какая-то врезалась. Вот так. А стекло, стекло. Мамочки. Это 100% наверное не подлежит ремонту. Только на металлолом сдадут. Так. Ой, ключики есть. А только что? Фух! Отправила, короче. Там машина сейчас поедет, завезет. Им уже. А я теперь наконец-то я свободна. И я вот сейчас жду. Мне должны ворота открыть. Ай, сегодня у нас ована. Кто не знает, по понедельникам у меня всегда ована. Открывайте мне ворота. Открывайте шире двери. А то повара съедим. Есть, хотим. Шутка, кушать не хочу. Хочу на волю, на волю. А то тут здесь... Не знаю. Открывайте давай. Они не могут у нее открыть. Спасибо. Пока. Все, бежим. Свою машину мне надо ехать еще. Холодно очень. Мой нос уже красный. Как у Пинокки. Ладно. Вот. Кстати, моя футболочка от Кабис. Авана. Все. Моя девочка маленькая. Едем, едем. Так, все, поехали. Вау, здесь такой трафик сейчас. Вообще нереально. Съехать надо на эту линию. Вау, вы только посмотрите. Показана красная линия. Это означает сейчас такой трафик, такая тянучка мне ехать. Смотрите. 27 минут 16 миль. Вау, вот это нечто. Я пришла на авану уже. Смотрите, как красиво украсили. Так, говорят, что каникулы будут. Но дети расстроились чуть-чуть. We have a special birthday tonight. t Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok